Все, что я даже тебе вот сегодня расскажу, возможно, это не так важно, потому что я все сказала там. Вот все, что я могла сказать, я сказала это лучшим способом, я сказала это в лучшей форме, я сказала это максимально честно. Ты говоришь, что ты прочитала кучу интервью, меня не узнала, да, то есть ты не поняла. Потому что, наверное, большинство журналистов или людей, они хотят видеть меня только с одной стороны. Самый интересный заголовок про то, какие трусы я забыла одеть, от меня хотят это, и я поворачиваюсь именно этой стороной. Меня хотят воспринимать очень поверхностно. Например, мой фильм, в котором я снималась «Самый лучший день». О, ты там такая крутая, прям, я вот так и знала, что ты такая, знаешь, все время вечно чуть подпившая, да, и за рулем. И при том, что это ведь действительно, я, ну там, я человек веселый, да, я там, я часто совершаю действия, которые говорят в пользу того, что это так. Но при этом всем так да и не так. Ну, что касается вот этого слова «съема», для меня это вообще какой-то, ну, чуть-чуть, ну, не моя история, потому что я себя уважаю как женщину. Прежде чем мужчина делает женщине какое-либо предложение, да, или приглашение, он всегда чувствует, они как животные могут подойти, ну, то есть он может подойти или не может. Это, мне кажется, такие инстинктивные вещи, и я никогда не даю этого импульса. Я к женщинам всегда отношусь очень особенно. То есть это, для меня это самая лучшая субстанция, если так можно назвать. У меня есть одно стихотворение, которое называется «Катя». Я вообще сначала думала, ну, стоит его выпускать или не стоит, но потом я подумала, что, ну, стоит однозначно, потому что я говорю о том, что я, ну, я писала его искренне, то есть это было действительно таким, ну, это дневник. Я рассказала об опыте, и я написала, причем в своей книге некое послесловие, да, этого стихотворения, что я не говорю о том, что это, я не утверждаю, я просто рассказываю, как это было у меня. Я не говорю о том, что у меня другая ориентация, и вообще в этом ничего плохого ниже, просто в нашей стране об этом не принято говорить. Мы всегда это пропускаем, как будто этого нет. Я хочу оставаться собой, и этот был стих написан действительно о ней. Если мы возвращались к женщинам, у меня были женщины, это правда. Ну, это было до определенного возраста какого-то периода. И какого? С какого по какой? Ну, наверное, лет до 20. Я приемлю только одну форму отношения, когда мужчина сильнее духом, чем женщина. И потому что если я увижу его слабость не бытовую, мне нужно, чтобы, то есть когда я чувствую полной грудью, да, а он как будто мне позволяет, да, себя любить. Но при этом я знаю, что внутри, ну, я хочу верить, или я знаю, что его потенциал ощущения, я могу его взять. Вот то, что я написала, «Война» и много других стихотворений, при души в том числе, это как раз тот человек, которому я написала и перепутала. Ну, это, да, я не, вот сейчас, понимаешь, вот он-то все это знает, я не знаю, посмотрит он это интервью или нет, я думаю, что да, потому что в любом случае я бы посмотрела с ним интервью, я тебе честно скажу. Ему и так, понимаешь, мне кажется, я уже и вот так, вот ему сейчас будет очень тяжело, потому что как я его, понимаешь, просто его эго обласкало, так, мне кажется, уже ни одна женщина не сможет, потому что, ну, у мужчин, конечно, это так планка задирается, когда ты ему говоришь, знаешь, знаешь, дорогой, а это сборная половина стихов-то тебе написана. Ты сейчас говоришь про стихов, не злохват. Человек ушел из группы, да, но там речь идет конкретно о предательстве, в твой адрес. Мне казалось, что это, ну, я вообще не очень люблю слово подруга, этот человек, ну, такой был очень, очень важный был для меня, я ее очень сильно любила, очень, я ей буквально во всем верила, и очень было, разочарование было очень долгим, и очень, мне было и жалко, а потом я уже как будто и привыкла, что это всегда было так, потом я вообще думала, что это какой-то сериал, который не заканчивается. Оно было написано как раз в моменты, как это не сейчас, сейчас бы я, наверное, иначе бы сказала, ну, потому что как бы все ощущения уже ушли, да, я уже даже кому-то не помню, мне кажется, что это вообще прошлая жизнь. Я никогда об этом не говорила прямо, да, не то, что прямо, я никогда не говорила об этом, потому что я считаю, что это не стоит того. Когда это случилось, это было для нас очень большой неожиданностью, и я Маку сказала, Макс, ты не переживай, все будет супер, все будет даже лучше, вообще не переживай. Когда я это делала, я вообще не думала о том, что книга выйдет, что я пишу стихи для книги. Когда я писала, я, вот мне что-то происходит, и я, я прямо это знаю, такое состояние, знаю его, а когда оно начинается, я стараюсь бежать домой быстрее, там, знаешь, такое, как будто вот, как будто вот какой-то, знаешь, вот как щекотит, не знаю, где-то здесь или где-то в голове даже. Я бегу писать. Мне нравится стихотворная форма, да, мне нравится рифма, мне нравится именно вот это, вот это, потому что ты можешь найти такие слова, которые ты никогда в жизни человеку вот так тет-а-тет не скажешь. Ты можешь что-то сказать, почитай. И буква М, она, у нее идеальная форма для меня, то есть она идеальна. И, ну, и по тому, как она звучит, эм, не знаю, ммм, она, она очень крутая. Ну, и действительно, в моей жизни очень много всего начинается на букву М, знаковые люди. Как папу звали? Юрий. То есть не было бы? Нет. Ой, какую-то тему затронула. Ты говоришь, мой папа гордится мной. Да. И ты говоришь, в настоящем времени. Я всегда его ощущаю здесь. И в данный момент тоже. Мне кажется, я что-то... Мы, у меня папа... Знаешь, я даже, я никогда не произношу эту фразу. Я никогда об этом не говорю. Это не то, что табу, или я там чего-то стесняюсь, нет, но... Я не воспринимаю это так. Мы с ним были вообще, когда мы были рядом, да, Мы всегда... Мы были лучшими друзьями. Ну, то есть... Я считала вообще, что мы близнецы. Ну, то есть я и физически, и как бы мы очень похожи. И папа был тот человек, который меня всегда во всем поддерживал. Он мне в детстве всегда говорил, я вижу тебя в серебряном платье. Я наполовину, ну, как-то частично цыганка. И я не знаю, может быть, он говорил, я знаю что-то. Мы с ним в детстве, с самого детства разговаривали на любые темы. Я знала, что он рано уйдет. Он мне об этом говорил. Он говорит, что когда меня не будет, ты должна... Я не знаю, ну, то есть... Он мне все сказал. Уже не говорил про отношения к разным вещам. Такое взрослое, знаешь, отношение. Как я должна относиться, к примеру, к несправедливости. Как я должна относиться к своим неудачам. Когда мне мама сказала, я просто перевернулась на другой бок. Это было утром. И я спала все следующие три дня. Ну, уже меня хотели, я не знаю, на скорую куда-то возить. Момент, когда я плакала, это прошло уже, там, не знаю, это было на несколько месяцев, помню, с подружкой сидела на лавочке и начала сильно-сильно плакать, вот, в первый раз. Я и с мамой, и с братом, и... Ну, я очень редко на эту тему. То есть, я ее не избегаю, но для меня до сих пор эта тема очень болезненная, я никогда о ней не говорю. Я привыкла о ней. То есть, как будто этого не существует. Но для меня именно он является ангелом-хранителем. Помню, мы с Ирмой идем, вышли из кинотеатра в центре Москвы. Пришел какой-то человек очень странный, знаешь. Было ощущение, что у него как будто в кармане нож, что он сейчас его вытащит и что-то с нами сделал. Потому что начал задавать такие вопросы, такие, знаешь, чтобы мы ответили нет, там, да, ну, какой-то конфликт, что-то получился. И я прям впервые почувствовала такую, знаешь, опасность именно неподдельную, да, настоящую какую-то, что что-то сейчас будет не так. И вдруг этого человека в какой-то момент, то есть, разворачивает, и он резко уходит, хотя никого не было. Это мы закончили кино, это вообще поздно ночью. Вот. Таких ситуаций у меня было достаточное количество, и я чувствую себя, думаю, что это он. Я всегда его ощущаю здесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова